Представляешь, Саш, здесь жил... Давай мы тоже, не заходя туда, покинем. Ты представляешь, здесь жил 25 тысяч человек. Да ладно! И потом они исчезли. Пошли на кассу, в ход нас не пустили. Я тоже где-то читала, что билет сюда в Ушмаль, как и в Чеченице, стоит из двух частей. Священная птица индейцев майя. Вот такой же точный эффект есть в Чеченице. На эти камни какали, скорее всего, в древности. А ты их трогать будешь? Напугала игуану, которая грелась-то солнце. Я просто хотела с ней подружиться. Это голова по ступенькам. Прикинь, столько здесь крови было. А мы сейчас здесь стоим, на это смотрим. Такой хвостяродный. Малыш, пожалуйста, можно я тебе угощу хлебушком? Будешь? Хлебушек будешь? Вот, смотри. И вот она, начало следующего дня. Утро. Значит, новые приключения. И представляете, в нашем оазисе, рядом с пирамидами, помимо бассейна, ресторана, бильярда, оказывается, есть еще и спа, и даже живет свой собственный пингвин. То есть павлин. Лингвин. То есть павлин. И сейчас мы вас с ним познакомим. А вот и он. Посмотрите, какой красавец. Какой у него красивый хвостик. Какой вообще природа просто сделала чудесную птицу. А здесь живет еще самочка. Она какая-то не очень красивая, она такая серая. Никакая. А ты знаешь, Юлька, что в природе у всех животных самцы более красивые, чем самки. Да ладно. Хорошо хоть на людях природа отыгралась. Ну что, мой павлинчик. Покажи хвостик. Ты так красиво хвост показывал. Вы знаете, он очень забавно открывает хвост. Я, честно говоря, думала, это система как веер. Так хоп и открыл. А сначала ему надо сделать вот так, вот так, вот так, вот так. А потом только открывается... Как, как, как покажи еще раз? Вот так, вот так, вот так, вот так. И потом открывается хвост. Давай, покажи, как ты хвостик открываешь. Павлин. Пингвином тебя, Юлька, называет. А где это вторая? Мы с вами приехали в древний город Ушмаль. Древний город Майя. И, кстати, Ушмаль произошло от названия Ошмаль, что означало три раза. Считается, что город перестраивался трижды. Основан он был в шестом веке. Рассвета достиг в девятом, тире десятом, одиннадцатом. Но после одиннадцатого века почему-то люди стали его покидать. Представляешь, Саш, здесь жил... Давай мы тоже, не заходя туда, покинем. Ты представляешь, здесь жил 25 тысяч человек. Да ладно. И потом они исчезли. Смотрите, от нашего отеля мы ехали ровно четыре минуты. То есть люди ходят действительно пешком. Парковка стоит 30 песо, ты сможешь заехать, поставить машину. Осталось последнее купить билеты и навстречу... 25 тысячам покинувших жителей. К истории, Саша, к истории. Видео снимает политоксильник. Паралленинг из Инкопеса, Окей. А тебя как ребенка пропускает, скажем, ты маленький. Вообще, Саша, это нельзя так делать. Почему ты, ты представляешь, ребенка у тебя пропускает? А меня не пропускает. Ну, потому что тоже большая. Семьдесят пять, начинай в ход. Вы смотрите, здесь сразу есть кафешечки, есть туалеты, сувениры. И советую сразу купить водичку, сделать все свои дела, потому что там на территории пирамид, ничего этого не будет. Поэтому мы сейчас этим и займемся. Пойдем покупать воду. Почти на кассу, в смысле, на вход нас не пустили. Я тоже где-то читала, что билет сюда в Шмаль, как и в Чечене, состоит из двух частей. Вот это, за которое мы заплатили, еще надо приобрести какие-то билеты, я уж не поняла. Плюс мы заплатили 45 песо за съемку. Вот сейчас возвращаемся, чтобы купить какие-то еще билеты. Вот теперь мы точно все сделали. Смотрите, в общем, в кассе номер один покупаете билет по 70 песо на человека, в кассе номер три покупаете билет по 164 песо с человека, плюс билет на видео 45 песо. В общем, у меня мозг не соображает, сколько это всего вы посчитаете, но, в общем, входные билеты в Чечене-Цеу-Шмаль от не самых дорогих городиков и по сравнению с всеми других пирамидами. Какие разные типы? Почему? Какие разные типы? Один типы. Таталь. 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 Юкатан. А, Юкатан. Юкатан. Таталь. Таталь. Спасибо. Юлька, сначала... Ау! Ты видел, какой он мне поддал? О, а там еще проход. А, поняла. Здесь он нам прощелкал только одни, а сейчас вот здесь будут прощелкивать другие. Мы прошли, мы это сделали. Приключение начало. Так объясни про билеты-то. Есть федеральные билеты. Ну, что-то не очень поняла. Одни федеральные билеты, а другие билеты... Федеральные по 70, а полуостров Юкатан стоит 164. Да, и получается, в общем, две отдельные кассы, два отдельных входа, везде проверяют свои билеты. Обязательно проверяют билеты на фото-видеосъемку, нам сразу, в первое, что спросили, увидев в руках камеру. Мы с Сашей, когда были в своем путешествии, брали такой готовый тур, который включал три дня путешествия по пирамидам Юкатана, и только потом пляжный отдых. Поэтому все самые главные пирамиды здесь мы объездили. И как бы можем составить какое-то свое мнение. Так вот, что я хочу сказать. Чеченица. Один раз побывать стоит, но очень-очень туристически, очень тяжело, слишком много людей, сувениров. Такой пирамида рынок, я бы сказала. Есть такая пирамида Экбалам. Она очень маленькая, ну, в принципе, ни о чем. Поэтому смысла туда есть отдельно, я хоть не знаю. Есть пирамида Куба. Вот она такая, они причесаны, знаете, в джунглях на большой территории разбросаны пирамиды. И это самое главное. Мы ехали на специальном Белорикше, потому что, правда, далеко. И плюс пошел дождь, было очень классно. Залезать туда было сложно, но виды открывались потрясающие. Тулум. Пирамида на берегу моря. Она действительно особенная, потому что она единственная, которая стоит на скале с очень потрясающим видом. Внизу есть классный пляж, где можно искупаться. Но самая наша любимая – это пирамида Ушмаль. В ней есть какой-то баланс. Это пирамиды, где не очень много туристов, затерянные в джунглях. И от этого, знаете, полностью ощущаю себя погружен в какой-то фильм. Фильм про джунгли, про пирамиды в истории. И здесь ее можно прочувствовать. Ну, собственно, вот оно. Прямо на входе стоит главная пирамида этого комплекса, этого города. Пирамида волшебника. Существует легенда, что я построил некий волшебник всего за одну ночь. Хотя ученые склоняются, что строилась она этапами. А наверху остались остатки двух храмов, где как раз приносили жертвоприношение. Или совершали обряд жертвоприношения. Да, так правильнее. Но знаете, какая главная фишка? Помните, я рассказывал, что в чеченнице есть некие звуковые эффекты, которые есть только там. Здесь у пирамиды волшебника они тоже есть. Сейчас мы вам продемонстрируем. Слышно? Вот этот звук похож на крики птицы Кицаль. Священная птица индейцев майя. Вот такой же точно эффект есть в чеченнице и такой же эффект есть здесь. Круто, да? Вот люди умели же, а? Да. Чудеса просто. Это вот из-за того отверстия. Из-за ступенечек и того отверстия. Кстати, что 4 года назад, что сейчас? Вход на эту пирамиду, ребяточки, запрещен. Подъем! Подъем! Куда там нет? Подъем на пирамиду, да, к сожалению, запрещен. Было бы, наверное, прикольно забраться туда и все исследовать. Ну ладно. Сейчас 36 градусов. Не, не прикурю. 36 градусов. Очень хорошо, что запрещен. Очень хорошо. Здесь, помимо этой пирамиды, есть много чего, чтобы посмотреть и исследовать. Здесь, на Юкатане, очень много игуан. Особенно вот этих комплексов пирамид. Я помню наш первый приезд сюда, наша веселая компания. Гид пытался рассказать про индейцев майя, про уникальность чеченитца. А нам всем было настолько плевать, потому что мы все дружно охотились за игуанами. Мы до этого их никогда вот так в живой природе не видели. Это сейчас же на них смотришь спокойно, они лежат то там, то здесь. Но первый раз, я просто вспомню, это было очень смешно. И вся наша веселая компания носилась по всему комплексу в поисках этих прикольных животных. А, теперь он валяется. Помню, мы бегали и пытались за хвост ее схватить. И при этом еще вернуться, чтобы она не укусила. Ребята, эту пирамиду построили дети мая, три тысячи лет назад. Да какая пирамида игуанов! Весь отряд побежал. Отряд наш был из шести человек. Было очень весело. Ребята, если вы смотрите, вы это помните, пишите в комментариях. Было здорово. Что там такое, Саш? Туалет. Да ладно. Да. Ну, туалет древности. Вот это была канализация по всему. По-видимому. Что-то язык у меня сегодня запитается. Боюсь спросить, а где трон? Здесь, скорее всего, вытекало. Трон был, наверное, там. Видишь, стена какая? Не знаю, что это было, но здесь ребята реально прохладные. Вот только заходишь в эти камни, они холодные, от них веет такой свежестью. Такой маньянский кондиционер, я бы сказала. Очень классно перевести дух. Мне другой интерес, смотрите, здесь просто набросаны камни. Не трогай. Почему? На эти камни какали, скорее всего, в древности, а ты их трогать будешь. Смотрите, здесь какие-то рисунки, еще что-то, вот все оттуда. А, ну, значит, не какали, трогай. С тех времен, и она здесь просто вот так лежит грудой камней. Так интересно, можно прикоснуться к истории. Кстати, дай прикоснуться к какой-то истории. А, балдуй. Да, зашли в туалет и прикасаемся к стенкам канализации. Ну, мы же знали, куда надо заходить, Саш, все нормально. Сейчас хочу провести акцию игуан. Я всегда, всегда в этих странах беру с собой хлебушек, потому что никогда не знаешь, кого ты встретишь. У меня зубы ядовитые, ты это помнишь, да? Маленькие я тебе хлебушком хочу угостить. Ядовитые зубы? Да. Хлебушек будешь? Она так на меня смотрит. Хлебушек хочешь? Смотри, что есть. Хлебушек. Хлебушек будешь? Мы друг друга испугались. На, хлебушек. Ой, что она делает? Видели? На, хлебушек будешь? На. Ладно. Короче, она меня боится. И не хочет она никакого хлебушка. Напугала игуану, которая грелась на солнце. Мне просто хотелось с ней подружиться. Что мы делаем? Мы обходим пирамиду волшебника. Здесь есть какой-то такой прикольный внутренний дворик. Это мы еще помним с прошлого раза. Да, да, да. Это еще помним с прошлого раза. Не знаю. Боже, да что же они пугают меня своими хлопками? Не знаю, ребят, честно говоря, что здесь такое было. Какие-то колонны, какие-то комнаты. Пойду исследовать. Ты туда, я туда. Давай. На самом деле я иду в тенечек просто. Очень жарко. Камни нагреваются. Здесь очень хорошо, но я тоже не знаю, что это такое. Навалено кучу камней. Назначение этого помещения непонятно. Ну как же здесь хорошо. Но надо идти. Я не знаю. Мне кажется, здесь было что-то типа домиков. Потому что, во-первых, вот какая-то такая возвышенность. Я не знаю для чего. Но может быть это было типа санузел. А вот две комнаты. Одна, собственно. А вот вторая небольшая. Крыши нет. Крыши нет. Это какое-то священное место, мне кажется, нет. Обычно если уже того, то вот там как раз наверху эти мы занимались. На что похоже? Точно. Здесь голову отрубали. Ну, вон же следы крови. Они были добрые. Вон там вот наверху, на самом верху, где последние ступеньки, сделаны какой-то камень с таким выступом. Скорее всего, вот там вот приносили в жертву. Наверное, отрубали головы. Здесь стояла толпа народа. И эта голова по ступенькам. Прикиньте, столько здесь крови было. А мы сейчас здесь стоим, на это смотрим. А жрец там стоял и радовался. Ха-а-а. А ты-то откуда знаешь? Ты-то мне из этих случайно? Не знаю. Что-то я вдруг так представил себя. Что действительно вот там вот приносили в жертву. Фантазер. Ладно, пойдем дальше. А вот он, Клозетта-то, Юля. Вот он. Слушайте, ребята, мы нашли древний унитаз Майя. А что мы с тобой в эти туалеты находим? Что это такое? Серьезно? У них вот так вот... Вот там, где мы стояли внизу, я тебе показывал канализацию, вот оно и есть. А, их специально возвышенность застаровали, чтобы все куда-то стекало. Угу. Это, получается, был городской общественный туалет. Он стоит посреди каких-то главных площадей. Угу. То есть молодцы, хотя бы не на дорожках. Вот. Держи. А вход недорогой, 15 пес. Саша, пойдешь? Я не хочу. Ну что ты мне бизнес на самом корню? Дальше идет вот такая лесенка. Ну, естественно, не сделана далеко не Майя. О, я помню, мы тут большую игуану нашли. Да, да. Вон она. Интересно, это она же? О, на том же самом месте! За четыре года, наверное, еще с ней не случилось. Слушай, она прямо на том же месте ее очень лицо похоже. Нет, тогда она здесь была. Да? Я думала, Машета, родственница. В общем, по лестнице, которую сделали не Майя, мы идем на одну из площадей, которые испанцы почему-то назвали, что типа площадь монахинь. Потому что здесь по кругу 74 типа кельи. Но предполагают ученые, что здесь все-таки служили военную службу, при государстве служили военную службу. Типа армия, академия. Приманянском государстве? Ну, типа академия, армия. Привет, Игоана! А профиль такой же гордый. Такой хвостяродный. Малыш, пожалуйста, можно я тебе угощу хлебушком? Будешь? Хлебушек будешь? Вот, смотри. Хлебушек. Такой хвост у нее прикольный. Малыш, на, хлебушек. На Кубе они прям бежали за хлебом. Там, видимо, на острове они были очень голодные. Здесь, в Мексике, вальяжно лежит на солнце, и ничего ей не интересно. Ну, я тебя оставлю здесь, ладно? Посмотри, хлебушек. Оставлю. Может, повернется.